Группа научных исследователей в области межэтнических отношений, занимающихся проблемой этнопсихологии из Академии наук Молдовы, на протяжении 10 лет проводили исследования, с которыми 13 декабря ознакомили гагаузскую публику. Наш круглый стол или семинар-встреча посвящен такой тематике, что такое этническая идентичность и как можно использовать этническую идентичность как ресурс для развития общества. Что есть в каждом этносе, в их культуре, что помогло бы сделать инновационный рывок в развитии нашего общества. В ходе проведения исследований учеными была выявлена проблема среди молодежи, называемая социальным неврозом, то есть восприятие окружающего с повышенной тревожностью. И вместо того, чтобы менять ту среду, что не устраивает, молодежь просто приспосабливается к ней. Мощным профилактическим средством является именно включенность молодежи в экономическую деятельность. Вот это сильнейшее профилактическое средство, когда он начинает понимать, что он может быть активен, не приспосабливаться к миру, а изменять и конструировать мир. Поэтому я бы сказала, что включение молодежи в социальные институты и включение в экономическое поле, это является то, что будет большой профилактикой этого социального невроза. Участники данного мероприятия считают данные исследования очень полезны и возможными применения на практике. Мне кажется, что это данное исследование очень важно и интересно, так как мы открыли для себя, лично просто послушав очень много интересного, я представляю, что чувствуют эти люди, которые проводили это исследование. И я думаю, что даже как я будущий педагог, я должна учитывать все вот эти вот аспекты воспитания будущего поколения. Ряд человеческих ценностей, свойственных нашему народу, по мнению ученых, помогут способствовать развитию нашего общества в экономическом и социальном плане. На первом месте ценность равенства, на втором – мастерство и трудолюбие. Люди хотят, чтобы было вообще-то где-то моральное, социальное, юридическое равенство. А второе место, что занимает у гагаузов – это мастерство. То есть это те люди, которые хотят работать, способны работать, стремятся к этому и готовы, так скажем, учиться, осваивать и, так скажем, внедрять что-то. Основные полезные ценности нашей нации выявлены. Осталось только направить эти ценности в правильное русло, и чтобы они действительно пошли на пользу, в первую очередь, простого народа.